Субтитры создавал DimaTorzok Мы пришли сюда как коллеги. Решили тебя навестить. Давно тебя не видно. Мы переживаем. Ну и мудак же ты, Мендес. А, то есть я еще виноват. Это он заперся в доме и нагнетает вокруг себя травму. Он потерял друга. Разве можно его винить? Не он первый, не он последний. Это жизнь. Эй, а ну, вернись. Знаешь, что здесь все? Я скучаю по сестре. Что, проблемы? Точно. Нас на песню. Даже если залетить погремную яму, аромат будет поприятнее, чем об этой кубомой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все мы оплакиваем безвременную кончину нашего мэра и доброго друга Ильюса Усарайна. Ну что, поговорим о вчерашнем? В отчете все написано. Читал я твой отчет. Там почему-то не сказано, что я приказал... Хочешь анекдот? Ну, привет! Играет музыка. Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Зачем вы мне помогли? Ты была нужна мне живой. И сейчас тоже. Дело в биочипе. Поэтому вы позвонили? Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него ты бы умерла. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Юринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сама хотела бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от Чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с Чипом? Ей помогает корпорация? Понятия не имею. Эвелин много знала про Чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Простите, что не смогла вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ты, подожди. Ты нужна мне. Юри-Нобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищете справедливости в Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юри-Нобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какой-то наемнице? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что, зайдем в Арасака Тауэр и всем объявим, что Юри-Нобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сама. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват Чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Ну, политика. Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовилась к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из-за Арасаки. Он предатель. Ханако-сама, я хотел бы спросить вас. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори. Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Че слышал? Не надо, так и мура. Хотя бы один из вас не кретин. Я бы не стала привлекать к себе внимание. Извини, глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. А с чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит мою проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Наплевать. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. Слился? Куда? Его приняла какая-то другая корпа? Насколько я понимаю, он действовал один. Хорошо все спланировал. Не оставил никаких следов. Как думаете, куда он сбежал? Не знаю. А вы немало узнали за последние дни. Я не стану сидеть, сложа руки. Мне нужно добывать информацию и готовиться к тому, что предстоит. Ну, это ваша работа. Бывшая работа. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Йоринобу. Хельман хорошо знал их обоих. Поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы пищат громко, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб по смерти. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестия много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. И для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юринобу Аросако бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Аросаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Аросако все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Да ты не охренел ли? Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься. Типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужна мне живой. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулась на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм. И нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видела твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Это ты? Блин. А я думала, ты умерла. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думала, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше Эвелин. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. Джуди, серьезно? Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, что ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Может, встретимся и поговорим? Ты в Лизис? Эй, кажется, я тебя уже видела. У меня хорошая память на лица. Мы сейчас закрыты. Мне нужно поговорить с Джуди. Она в студии? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Только без глупости, а то я тебя выведу. Ясно? Эй, эй, давай еще раз. Че конкретно тебе от нас надо? Уговорите его. Если не сработает, не знаю, прибейте. Главное, чтобы я могла в комнату вернуться. Сутенер тебя выгнал, правильно? Ага. Сказал типа от меня одни убытки. Еще и удачи на прощание пожелал, пидорасина. А мне сегодня даже спать негде. И что? Зарабатывать-то осталось тебе? А толку-то? Все, что я зарабатываю, уходит на импланты. Я подумала, ну ладно, возьму кукольный чип, пошла в облака, а там больше не принимают. Теперь вот работаю на улице, чтобы вернуть толк Рипперу. Но я же вижу, что у тебя не только чип. Лицо дизайна, скорость, явно делали на заказ. И сиськи тоже. Ах, я инвестирую в себя. И все равно никуда не берут. Говорят, я профнепригодна. А, но мы-то тебе как можем помочь? Я же сказала, я хочу обратно в свою комнату. Нет, дорогая, так дела не делаются. Была бы ты в шельмах, другой разговор. А так... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джуди опять устраивает сцены. Эй, куда собралась? Там ничего интересного нет. Пусть идет. Это подруга Джуди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты добилась своей багулью? Ага, пошли обратно. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречали. Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе, дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. Дай мне много времени, они все отработают. Отработают? Они до сих пор на ноги встать не могут. Для этого надо выбраться со дна. Погоди немного, может, они тебя еще удивят. Лучше пусть не пытаются. Угу. Сразу видно, что у нас тут все по-человечески. Без прятства. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Можно кое-что спросить? Не сейчас. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Это сьюзи довольно пробивная дама. Ваша главная? Ты что, специально пришла выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Слушай, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сама просрала? Мне надо узнать, на кого она работала. И это все? Это все. Джуди, клянусь тебе, чем угодно. Я ничего ей не сделаю. В этом просто нет смысла. Ладно. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелину, когда ее найдешь. Мега-башня? Статусное место. Стой. А, скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню Спасибо Спасибо, Ви Кукла И почему я не удивлен? Ты инграма в поврежденном мозгу Тебя ничего не должно удивлять Ну что, поедем в эти облака? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Клуб закрыт Тебе никуда не пора, детка? А о чем вы так спорили с Джуди? Что-то случилось? А твое какое дело, что случилось? Тоже хочешь рассказать мне про ответственность за других? Валяй, залезай на трибуну Мне просто любопытно Я тебе так скажу Любопытство может выйти боком Если у тебя нет крепких кулаков и железной задницы У вашего клуба, наверное, солидный доход И такие же расходы А ты что, хочешь вложиться? Удивляюсь вашей деловой хватке Мы заняли этот бар много лет назад Каждый день удивляюсь, что он все еще стоит В общем, пока справляемся Слышала, вы помогаете девушкам с улицы? Это старая история И довольно кровавая Как и многие другие истории Вы вроде устроили восстание, да? Когда тигрины и когти убили одну из ваших Она была не первой Просто раньше все терпели А тут терпение лопнуло На улицу вышли все Не протолкнуться было Девочки, сутенеры, фриги Да хера народу Так и получились шельмы Но это было давно Теперь мы работаем за бабло, а не за спасибо Я не могу помогать всем Надо заботиться о своих Шельмы прежде всего Не знаешь, что с Эвелин Паркер? А я-то тут при чем? Джуди тебе вроде все сказала Да, но ты же главная Можешь знать больше Эвелин уже давно распрощалась с шельмами А что делают те, кто не из шельм Меня не колышет Ты же не к Эвелин пришла А за виртами Джуди? Да? Годные штуки Сама посматриваю Джуди мастер своего дела Ее вирты Настоящие жемчужины Это точно Сиську дать, малыш! Меня зовут мистер Хэрнс Если тебе нужна работа в Пасифике Звони мне Я Ви Ну и? Не слышу, приятно познакомиться Наше знакомство честь для меня Нужна будет работа Звони Вон там Мастер-класса Что это? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...